Вы думаете, вы свободно можете выражать собственное мнение в интернете? Вы ошибаетесь, и для начала я расскажу вам о таком замечательном человеке, как Арташес Андреасян. Кто-то может сказать, это же композитор из Enjoy Movies, который клеветой, блокировкой и угрозами сроков и судов пытался заткнуть иное мнение в интернете. Но вы будете не правы. На самом деле Арташес хороший человек. Во-первых, он невероятно скромный, он не любит, когда о нем говорят. Хотя он делает столько всего для нас всех. Во-вторых, удаление ролика, в котором было 13 секунд кадров трейлера старого фильма, является борьбой за авторское право, а не попыткой заткнуть чужое мнение. И не важно, что ему не мешал целый фильм, размещенный на все том же ютубе. Не путать. Авторское право и цензуру. И не важно, что в переписке было предложено удалить кадры, нарушающие авторские права. Арташес сказал, что снимет жалобу, и кадры были удалены. Но Арташес жалобу не снял. Но не торопитесь с выводами, это не его ложь. И это не из-за того, что просто-напросто в ролике мнение осталось. Я думаю, что возможно проблемы с интернетом. Что, собственно, не мешает Арташесу окрестить переписку с ним, цитата, кучей матов в свой адрес. Ну и написать о желании дать в морду тому, кто выражает собственное мнение. В-третьих, то, что можно принять за клевету и вранье, вроде проплаченности мнения, на самом деле попытка донести важное. Пользователи ютуба, вконтакте, фейсбука, твиттера, пикабу, яплакал, лурка, и вообще все, кто свободно выражает собственное мнение, на деле-то лицемерные лживые критики. Фильмы, к которым приложил руку Арташес, оказывается, критикуются за бабло дяденек. И с помощью джинсы дяденек. Критика таких хороших фильмов, как «Лопухи», «Беременный», «Карлоссон», «Что творят мужчины», «Друзья друзей» оказалась проплачена. И всем это было очевидно, но один из создателей этих фильмов решил бороться. Бороться за правду. И вам стоит запомнить его. Брат Сарика Андреасяна Арташес Циммер... Эээ... Арташес Андреасян. В-четвертых, угрозы судов и сроков — это не попытка заткнуть. Это напоминание. Мы, пользователи интернета, должны помнить, кто мы есть. Но мы должны помнить, кто они. Творцы, небожители, создатели блестящих комедий. И они создают их не для собственных благ, не для денег, не для собственной известности. Они создают их для нас. Для нас. Насекомых, чьё мясо, к сожалению, бесполезно. Цитата из удаленного ролика, где проведена аллегория между режиссёром и раковой клеткой, которая паразитирует на названии, является бездарным поносом и оскорблениями. И я не имею права даже на аллегории. А вот царик Андреасян имеет право писать некой девушке, цитата, «пизда с ушами, как у Карлсона». А также давать советы. Цитата, «пусть ебётся чаще». Как-никак режиссёр фильма «Мамы» созидает, а не разрушает. И он имеет право на такое. А мы, пользователи интернета, не имеем права не то, что на подобное. Мы даже на аллегории права не имеем. И перестаньте ставить оценки новым комедиям от Enjoy. Что вы делаете с рейтингом этих комедий? За деньги дяденек, одумайтесь! Благо находятся адекватные зрители. Например, Гивонт Андреасян и Арташес 1979. Странное совпадение даты рождения. Которые ставят честную десятку, чтобы выправить тот ужас, который сделали вы. Сам Арташес в переписке обещал поставить шесть или семь фильмов «Друзья друзей», но, к сожалению, проверить это мы не сможем. Вряд ли его профиль называется «Арташес 1979». Но я верю. Верю, что он поставил честную оценку. Ведь, цитата, «не хочу, чтобы кто-то думал, что Андреасяны кончают от своего творчества». И, судя по этому комментарию, они даже чересчур критичны к себе. Что им до критики «Бэткомедиана»? Явно ролики не за это удалили. В-пятых, вы должны восхищаться, как одна кинокомпания, фильмы которой приносят миллионы долларов каждый год, смогла заткнуть одного человека из интернета. И она способна заткнуть любого, если за этим любым не стоит «Газпром-медиа», само собой. Отсылка к интервью в афише, которую выставляла Сарико, мягко скажем, в не лучшем свете. Естественно, против этого интервью ничего сделано не было. Это же не ролик одного человека на Ютубе. Удивительная странность, но мне скинули запись, где некий Арташес общается с человеком, который представился репортером «Комсомольской правды». И в этом разговоре Арташес заявляет, что мне не нравятся люди, производящие эти фильмы, мне не нравится компания и личности в этой компании. А все потому, что, цитата, «Мы армяне». Ну а далее говорит, что мои зрители состоят в националистических группах и угрожают расправой. Спасает лишь благородство Арташеса. Цитата, «Просто их жалко, они молодые, не хочется по этим статьям по судам их таскать». Некий Арташес на записи, спасибо. Спасибо вам большое, что за высказывание мнения о фильме вы не собираетесь таскать пользователя интернета по судам, по статье 282. К слову, Арташеса на записи я называю неким, потому что он заявляет, что ему угрожают 12-летние дети с сотнями, тысячами сообщений в личку. При этом личка у Арташеса из Энджой закрыта. Но не может быть Арташес на записи и Арташес из Энджой одним человеком. Иначе эти заявления про угрозы 12-летних детей для комсомольской правды оказались бы враньем, а Арташес из Энджой слишком хорош, чтобы врать. И не важно, что я, например, никогда не позволял себе затрагивать национальную тему, в отличие от некого Арташеса на записи, который позволяет себе сомнительные прилагательные для описания соседней страны. И как ни странно комментариев насчет ее суверенитета и планов на ее реализацию. И да, это сказал тот же человек, который по сути назвал меня и моих зрителей националистами. Но все равно спасибо вам, спасибо, что не собираетесь привлекать меня за то, чего не было. Ну а предложение встретиться в судье пугали побольше сроков. И знаете, что все эти люди, которые оказывают на меня сильное давление в последнее время правы. Насекомые, вроде интернет-пользователей, должны держать свое мнение при себе, иначе блокировка и срок. Но отныне лично я буду молчать. И даже если кто-то у подъезда меня изобьет, сделает растением, зарежет, случайно, это будет достойная плата за один из грехов не творцов, высказывание своего мнения. Я, наконец, понял и осознал, в чем был виноват. Извините еще раз, отныне мы все, интернет-пользователи и зрители, будем ставить только честную оценку комедиям Enjoy Movies. И все мы будем молчать и никому не говорить о самой студии Enjoy Movies и ее работниках. А я, вместе с теми, кто не принимает замечательной комедии Enjoy Movies, пойду к подобным нам, русофобам, тихонько гореть в ад. Фразу гореть в ад, к слову, в разговоре некий Арташес приписывает мне, мол, именно у меня в мнениях о комедиях Enjoy каждый раз звучит это проклятие создателем. Теоретически, можно найти удаленные летом 2013 года обзоры и удостовериться в правдивости Арташеса из записи. Действительно, каждый обзор начинается именно с этих слов. Также можно посчитать количество оскорблений и переходов на личности в обзорах на фильмы Enjoy Movies. Ведь вряд ли некий Арташес будет наговаривать. И жалобы на видео, которые были изъяты из общего доступа еще полгода назад, он ведь послал не просто так. И не надо верить данному ролику, ей богу, вы же не 12-летние дети. В описании есть ссылки на переписку и на разговор с неким Арташесом. Из этого вы сможете узнать, какие на самом деле лицемерные и лживые интернет-пользователи. Отдельное спасибо Евгению Вальнову, который скинул мне запись. Без него я бы не узнал, что меня не собираются судить по статье 282. И я прошу, извините меня русофоба или как еще вы меня там называете, и нас всех интернет-пользователей за высказывание своего мнения. Больше такого не повторится. Насекомые должны молчать, бояться и знать свое место. Теперь я это понял. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...